Привет, друзья! В продолжение темы моего плечевого сустава, а точнее ротаторной манжеты. Вчера я сделал МРТ на контрасте, это когда смотрят через рентген и вводят в сустав специальную красящую жидкость для того, чтобы потом сделать МРТ, чтобы было видно, кровь окрашивает мышцы, связки, сухожилия и доктор видит, как и что обстоит на самом деле. Потому что, как вы видели уже из прошлого выпуска, мое обычное МРТ не дало ему полной картины для того, чтобы сделать грамотное заключение о том, что действительно необходимо делать. Потому что по симптомам, как я могу двигать рукой, многие мне даже не верят и с теми весами, которыми я работаю, что у меня есть какие-то проблемы. Но боли у меня действительно серьезные, и я даже просыпаюсь не от того, что выспался, а от того, что чувствую боль. Но вы это уже знаете, я вам уже не раз рассказывал. Единственное, хочу здесь повториться, для троллей различных или еще кого-то, все травмы, которые у меня есть, абсолютно все, получены не из-за тренировок, не в процессе тренинга, а в быту. Так что, друзья, тоже об этом помните. Я отдал за это меньше 400 долларов, за эту всю процедуру, которая заняла примерно полтора часа. Сначала мне делали X-Ray, кто знает, что это такое. Я лежал, нужно было отвернуться, чтобы не дышать, не знаю почему. Вот где вы видите, у меня сейчас пластырь. И через это место вводился раствор, через иглу. Не знаю, не видел, что как происходило. По ощущениям скажу, что было страшно, но не больно. Один раз я всего почувствовал укол, как вошла игла. Но это было настолько безболезненно, что я даже очень сильно удивился. Что приятно, меня запомнили в этой клинике, вспомнили, что я был у них два года. А я вам повторяю, напоминаю, что делал я это все без страховки, без ничего, так как мне стоило бы 1400 долларов. Но, как везде, знакомства, хорошие отношения имеют место быть. И мне обошлось это меньше, чем 400 долларов. Штуку баксов я сэкономил. Теперь я жду, жду, когда опять-таки доктор, с которым меня свели мои друзья, выступающие проатлеты, который работает со всеми спортсменами, который делает прекрасно операции для спортсменов, они остаются довольны после периода реабилитации, возвращаются успешно к тренировкам. И вот теперь я жду, когда он вернется в наш город, потому что он оперирует, консультирует по всей Америке. Наверное, это будет в течение двух-трех недель. И мне назначат опять очередную консультацию, где мне уже по моему вот этому МРТ на контрасте расскажут, скажут, как, что нужно делать, нужна ли операция. Ну, я больше, чем уверен, что она нужна. МРТ действительно тоже такая штука. Даже если у вас нет клаустрофобии, она может появиться и развиться. Такое очень-очень узкое, узкое труба, куда тебя завозят на каталке такой, электроника, естественно. И начинаются страшные шумы, страшные звуки, гудения, постукивания. Наушники и беруши не помогают. Так что настраивайтесь, если кому нужно, на самое страшное, чтобы было вам потом легче. Я старался находить в этих звуках какую-то современную музыку. Вспоминал мистера Креда. Это мне помогало легче переносить саму процедуру МРТ. По времени она заняла 25-30 минут полностью. Сначала, в принципе, было нормально, комфортно. Но потом, когда меня вытащили из этой трубы, я подумал, что все. Но нет, нужно было поменять позицию руки. Пришлось поднимать руку именно вот за голову. В таком положении еще минут 5-7 я находился опять снова в этой трубе. И делали опять снимки. Так что, друзья, теперь я жду, когда снова пойду на прием к доктору. Жду, когда и что он мне скажет по поводу операции. И быстрее, честно говоря, хочу прооперироваться, пройти процесс реабилитации, восстановления. А я вам говорил уже, что даже после операции я не собираюсь просиживать задницу, валяться на диване. Я буду тренироваться, как минимум буду тренировать ноги. Буду тренировать правую сторону. Все, что смогу делать. Благо, сейчас и в моем зале очень много оборудования, тренажеров, которые позволяют тренировать только одну часть тела. И руки, и ноги, и спину, и грудные. Все, абсолютно все. И тот же дельтоид. Да, у меня тоже есть небольшие проблемы с правым суставом. Но по сравнению с левым, он просто золотой. Что радует. Мне показали, кстати, я вам на картинке выставлю фотографию. X-Ray. X-Ray это рентген, который показывает именно состояние костей. И я боялся, что мне придется менять именно головку плечевой кости. И менять внутренний вот такой полушарнирчик, к которому она, грубо говоря, примыкает. И который чаще всего разрушается при ударах, при различных падениях. Но, слава богу, там у меня все хорошо. И проблема только в ротаторной манжете плеча. Так что всем, кому интересно, надеюсь, я осветил ситуацию, которая на данный момент. Но думаю, больше всего и вам, и мне в первую очередь будет интересно, как пройдет операция и как я буду проходить процесс реабилитации. Возможно, я вам буду показывать каждый день. Потому что мой друг, один из лучших реабилитологов Америки, к которому тоже ходят все знаменитые спортсмены, не только бодибилдеры, повторяю, а и баскетболисты, и боксеры, американский футбол, бейстбол. Он предложил мне, конечно же, заняться моей реабилитацией, ЛФК. Я буду ходить в его клинику. И, естественно, вам в первую очередь буду все это показывать в прямом эфире, возможно, даже не пропустите. Спасибо всем, кто поддерживает меня, кто поддержал. И берегите себя. Никогда не выполняйте опасных упражнений, таких как гильотина. Это самое тупое упражнение с точки зрения безопасности. Я не говорю, что оно неэффективное. Но насколько эффективное оно, в сотни раз опасность от того, что оно может принести вашему ротатору, стирает на нет все его положительные характеристики и отдачу от него. Так что гильотину может делать только бестолковый, глупый человек, либо человек, которому наплевать на свое здоровье. И это я, кстати, не только мои мысли. Я разговаривал по этому поводу и с Густаво Бадалом, и с другими специалистами, профессиональными бодибилдерами. Никто его здесь не делает по причине того, что это может очень серьезно. Не может, а навредит очень серьезно вашим плечевым суставам. Так что думайте, друзья, всегда в первую очередь головой. И тогда будет у нас с вами все хорошо. И это касается не только спорта. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok